Сегодняшнюю мы назвали «Между чёрным и белым». История такая, что у Лены много прекрасных песен на стихе Андрея Белого и записан диск, а у меня очень немного, просто мизерное количество песен на стихе Саши Чёрного. Но тем не менее мы решили объединить этих двух совершенно контрастных поэтов по образному мышлению, стилю. У них даже псевдонимы, да, они ведь взяли один чёрный или другой белый, политические псевдонимы, о многом это говорили. Но когда готовили концерт, вдруг обнаружилось, что они родились в октябре одного и того же года, 80-го, да, в 19-м веке, и ушли из жизни где-то тоже так рядом, в принципе, в такой 1934-й год. Ещё интересно, что, ну, это, конечно, мало интересно, Андрей Белый погиб от последствий солнечного удара, а Саша Чёрный помогал тушить пожар у соседей и пришёл домой после пожара и не встал. То есть у них огненный удар, так сказать, их стихия. Ну, не слава. Вот. И как на огненной колеснице, можно сказать. Хочешь добавить? Ну, да, ну, как-то хочу добавить. Я просто очень рада, во-первых, что, наконец, мы доехали до Петербурга, встретились, и, наконец-то, вот случилось такое счастье, что есть возможность, на всяком случае, у меня вот в этом зале выступить, так сказать, свой голос оставить здесь, влить в те голоса и звуки, которые здесь уже много лет живут, вот как ангелы пространства такого. И я думаю, что уже нашему квартету, так сказать, много чего есть сказать у нас разные программы. Во всяком случае, в Москве мы уже традиционно в декабре уже несколько лет подряд собираемся. Ну, не только, но просто это уже, я думаю, что и будут продолжаться эти декабрьские встречи в Москве. Я надеюсь, что такая же традиция, как Эхо или как в новых каких-то программ, обязательно будут и здесь, в Петербурге. На самом деле, вот этот тиск, о котором сказала Таня на стихи Андрея Белого, мне кажется, это одна из, ну, таких радостных удач, потому что там все песни, они как будто согреты еще очень тонкими и, мне кажется, самыми точными аранжировками Танинами. Вот мы ни разу не играли вживую с музыкантами, в так высвеченном варианте все время, вот то, что есть на этом диске. Кстати, сегодня, наверное, дисков и не было. Это оригинально. Ну, ладно, во всяком случае, есть такое заявление, потому что, к сожалению, так получилось, что такая работа, на мой взгляд, на мой взгляд, очень интересная. И в филологическом смысле, там, музыкальном, да, театральном, не знаю, как вот в культуру, вот она осталась пока незамеченной. И я думаю, что сегодняшний вечер даст повод тому, чтобы мы, может быть, сделали какую-то такую историю здесь или где-то в Петербурге, потому что, мне кажется, стихи Андрея Белого должны звучать в Петербурге, в первую очередь, потому что презентацию диска мы делали в его музее в Москве, но без музыки просто. Вот я и гитара, как изначально это существовало. Вот и мне очень хотелось бы, чтобы сегодняшний вечер как бы привлек внимание к этой работе, потому что, ну, мне думается, что то, что мы как бы сейчас пытаемся вести, через себя проводить в мир, да, оно идет чуть-чуть над временем. Поэтому всегда есть возможность как бы и сейчас прикоснуться, и у, естественно, у поэзии, и у того, как мы к ней обращаемся, есть вот всегда перспектива вперед. Мы куда-то убежали вперед, мы все время какой-то зачин на будущее, наверное, делаем. Но иногда хочется вот просто, может быть, с какой-то историей, особенно мне стремительнее, остановиться и как-то в ней пожить и побыть. Вот сегодня мы делаем такой попыток, потому что встреча и живое общение это самая большая ценность и дорогая, которая нам дана по праву нашего рождения здесь, на Земле. Ну, и, конечно, прозвучат стихи других поэтов, которые как бы у нас объединились. Объединены сейчас, да. В основном Серебряный век, 20-й век. Ну, начнем мы все-таки с стихотворения Андрея Белова. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»